Приветствую вас! Давайте попробуем представить себе, что мы здесь сейчас, а вам скажем, как нужно правильно себя вести. Каким должно быть идеальное поведение? И кто бы вам что-ли сказал, вряд ли этот ответ будет правильным. Потому что идеальное поведение, то невероятное, что вы можете сделать, зависит исключительно от вас самой. И действительно, здесь общими фразами можно назвать, в подавляющей большинстве случаев, то, что вам нужно. Возглогу вы обратились к нам на ресурсы, я постараюсь описать вам несколько более подробно то, с чем вынуждает. Во-первых, чтобы привлечь мужчин, чтобы вообще в отношения выступать в качестве равноправного независимого партнера, вам необходимо обладать следующими качествами. Во-первых, это уверенность в себе, это целеутремленность, это постоянное совершенствование себя, то есть расширение кругозора, постоянное стремление к успеху, постоянное развитие, постоянное движение. Куда? Дальше. Четкое понимание того, какие у вас есть сильные стороны. То есть, именно наличие ваших сильных стартов, ваших застойных, делает вас наиболее привлекательным для мужчин. То есть, в зависимости от того, как вы себя оцениваете, в зависимости от того, как вы себя воспринимаете, и зависит от успешности ваших отношений. Если вы невидимка для каких-то мужчин, значит, вы ведете себя самостоятельно, так же, как невидимка. И такое невидимое поведение связано с тем, что вы по какой-то причине в себе сомневаетесь. Сомнения могут быть как следствием комплекса определенных, так и результатом детско-родительских отношений, либо какого-либо негативного опыта с мужчиной вообще. То есть, есть вы и реально. И вы реально интересуете определенных мужчин. Определенных мужчин, которым вы нравитесь, но которые не нравятся вам. Тех мужчин, которые нравятся вам, вы не привлекаете, и вы хотите знать этой женщине. Это означает, что у вас нет идеального я. Идеальное я, идеальные женщины нужно формировать. Думаю, не сложно догадаться, что идеал, идеальный я от слова идеал, нужно и искать там же. А именно, вам необходим образ, образец поведения женщины. Вам необходимо выбрать в себе то, на что бы вы равняли, что бы вызывало у вас наиболее ярко выраженную симпатию. Это может быть какой-то кумир, это может быть английская, певица, ведущая, в общем, какое-либо публичное лицо. Вам необходимо либо персонаж, да, либо художественный персонаж. Вам необходимо обратить на него персонажа внимание и постараться принять на вооружение модель его поведения. Оно будет для вас идеальным. А дальше, дальше вам нужно просто этому идеалу следовать так, чтобы со временем вы выросли настолько, чтобы вы сказали, а вот этот элемент поведения я принимать не буду, мне он не нравится, меня он не устраивает. Поэтому для вас начать, чтобы вы вышли из идеала и уже самостоятельно себя формирует. Далее, чтобы избежать неудач, которые у вас есть в отношениях мужчин, желательно четко для себя представлять, что вы можете мужчине и так. Почему он будет именно с вами? Вот, ответьте на этот вопрос. Почему мужчина будет с вами? И что мужчина вам может дать? Это также очень важно. И когда вы общаетесь с человеком, вам желательно все силы вкладывать в то, чтобы стараться почувствовать, что человеку нужно, что для него важно, в чем он нуждается, и стараться это ему дать. При этом четко понимая, что нужно вам, в чем вы нуждается, то для вас является проявлением мужественности так, чтобы как можно более четко представлять себе этого мужчину, мужчину идеалу, и понимать, что ведь идеала не существует. Понимать, что в действительности есть только приближение к идеалу, а не сам идеал, и что такого мужчину идеального вы не встретите. И здесь мы подходим к тому моменту, что внутри каждой женщины есть свой внутренний мужчина. Это первичный идеал мужчины, который закладывается еще в детстве, и который неосознанно может быть влияет на ваш поиск путника жизни. Этот идеал вам необходимо осознать, какой вот у вас он, кто из себя представляет, и насколько он для вас на данный момент актуален. Вы сможете определиться с этим, поймете, реальный ли он или нет. И тогда, если мужчина, ваш внутренний мужчина не реален, то будете стремиться к дому, чтобы видеть реальных людей, тех, которые существуют, а не тех, кто есть в вашем воображении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.